В первую очередь, чтобы... Видеосвязь с бортом МКС в Аэрокосмическом университете удалось наладить впервые. Время самое удачное. Прямо сейчас станция пролетает над Самарой. Сигнал из космоса поймали ради школьников, которые съехались на королевские чтения со всей России. Вопросы сыпались один за другим. Как спят на борту, как выучиться на космонавта и какие эксперименты больше всего удивили экипаж. Так, а пусть и свет к космонавту! Больше сотни школьников из 26 регионов России. У каждого уникальный проект. Венера-Ход, скафандр будущего, школьный наноспутник. Это далеко не все интересные работы. Команда из Якутска задумалась даже о том, как будет жить человеческая колония на Марсе. Для их детей придумали специальную игрушку-ракету. Она заменяет букварь, шахмутную доску, учит завязывать шнурки. Маракеты будут все время выходить на улицу, и они не могут смотреть за детьми. Поэтому, да, вот такая ракета будет нужна им. Ну, от лета пяти лет. Для дошкольного развития. То есть мелкая моторика, сенсорика, память и так далее. На конференции шесть секций. От истории космонавтики до новейшей робототехники. И секция, где школьники представляют собственные разработки. Здесь есть дети, которые могут выступать и говорить, скажем, о космической, так сказать, пище. Вот еще о каких-то вещах, которые на первый взгляд, господи, какие пустяки. На самом деле, космонавтика – это как жизнь. Там нет пустяков. Там все достаточно важно. Юношеские королевские чтения, которые до этого проходили только в Москве и Калуге, возможно, теперь будут и в Самаре. Роскосмос доволен тем, как здесь справились с организацией. Кроме того, чтения могут стать международными. Уже есть заявки от юных ученых из Германии, Китая, Индии и Казахстана. Валерия Макарова, Константин Головин. События.